С 10 марта 2023 года дифференцированный учет данных о реализуемых товаров, подлежащей товарной нумерации и штриховому кодированию, осуществляется с использованием международного идентификационного номера товара, глобальный номер торговой единицы GTIN, наносимого на товар, этикетку, упаковку, в виде машиночитаемых символик, штриховых идентификационных кодов. Источником данных о таком номере является межведомственная распределенная информационная система, Банк данных электронных паспортов товаров, ЭПАС. Пунктом 23 положения о товарной нумерации и штриховом кодировании товаров и продукции в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 24 мая 2000 года номер 748, предусмотрено, что маркированию штриховыми идентификационными кодами могут не подвергаться по техническим или иным причинам определенной перечень товаров. Таким образом, если товар реализуется в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более, данный товар проименован в пункте 23 положения номер 748, способ обеспечения дифференцированного учета определяется субъектом торговли самостоятельно. При этом в платежном документе, помимо иной информации, определенной в требованиях к кассовому суммирующему аппарату или программной кассе, в обязательном порядке должно содержаться наименование товара. Если же товар реализуется в торговом объекте с торговой площадью 200 квадратных метров и более, и данный товар не поименован в пункте 23 положения номер 748, дифференцированный учет должен быть обеспечен с использованием международного идентификационного номера товара, глобальный номер торговой единицы GTIN, содержащимся в ЭПАС. Обращаем внимание, что в отношении товаров, производимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории Республики Беларусь и предназначенных для торговли в нашей стране и в отношении импортируемых товаров, существует отличие по обязательному маркированию штриховыми идентификационными кодами. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемантович, Новости Бреста.